Приветствую вас! Давайте мы с вами разберём ваш текст, который вы написали. Значит, вы пишите. Живём с сожителем почти 9 лет. А сожитель он у вас кто? Он для вас муж или он для вас кто? Просто в тексте своём. Дальше. Вы упоминаете именно мужа. То есть вы говорите про мужа. А тут вы пишите сожитель. То есть если это сожитель, то есть человек, с которым вы просто живёте, что здесь возникает вопрос. А коли вы просто живёте, то по какой причине вы с ним завели ребёнка? Зачали ребёнка? Вот. Дальше. Три года назад забеременела. Вот тут тоже момент. Да? Забеременели. Хотел ли мужчина этого ребёнка? Ну вот. Вашего ребёнка. Да? Было ли это вашим совместным решением? Вот. Или это было исключительно только ваша инициатива? Ваше желание? Вот. Потому что, ну... Судя по тому, что вы описываете, да? Например. Судя по тому, что вы описываете. Я думаю, что вы с мужем были не совсем солидарны. Именно в... Рождении ребёнка. Вот. Хотя, конечно, могу здесь и ошибаться я, безусловно. Вот. То есть, вопрос остаётся здесь в следующем. Как вы пришли к идее беременности? Вот. Понимаете? Это... Значит... Такой аспект. Дальше. Следующий момент. Следующий момент. Следующий момент. Так. Ээээ... Где-то с четвёртого месяца беременности муж перестал проявлять инициативу в интимном плане. Ну и вообще, как узнал, о беременности стал холодным и раздражённым. Эээ... Ну, смотрите. Эээ... Эээ... С одной стороны... С одной стороны... Эээ... Человек, эээ... Возможно, не так сильно... эээ... Хотел... Эээ... Ребёнка. Эээ... Эээ... С одной стороны. Эээ... С другой стороны... Эээ... Эээ... Неизвестно, как поменялось ва... Эээ... Эээ... Отношения... К нему, к нему. К мужу. Если оно как-то поменялось, то, возможно, делать всё... Именно в этом. Да. Ну и... Тут... Как бы играют роль очень... Эээ... Большое количество факторов. Например, эээ... Эээ... Вот, допустим... То, что вы... Эээ... К примеру... Эээ... 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 Значит... То, что вы, к примеру... Не написали ничего о его готовности стать... Ээээ... Ээээ... Значит... Родителем. Вот. То, что вы ничего не написали о... Ээээ... 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 Эээ... Ээээ... а не, допустим, ну, а не, допустим, создали брак. То есть, если вы брак не создали, значит, наверное, у этого есть причина. Вот. И для чего вы иращали ребёнка, соответственно. Вот. На мой взгляд, это очень важный момент, если опять же мы хотим, да, разобраться с тем, что вы написали. Далее. А, так, значит, как узнал о беременности, стал холодным и раздражённым. Разговаривали вы с ним об этом тогда, в момент, когда он стал раздражённым и холодным. Вот. Понимаете? Говорили ли вы с ним об этом? Или нет? То есть, это вот то, о чём нужно... То, в чём нужно разбираться. Дальше. Значит, после родов первая близость произошла через три месяца по моей инициативе. Ну, короче, всё это время он был раздражённым и холодным, я так понимаю. А, спрашивалась, что происходит с ним, я не поправилась до безобразия, несколько лишних есть, но выглядел я хорошо. Размер одежды остался тот же. Ну, тут, скорее, вырабатывается, просто точнее, просматривается ваша ориентированность на социум. То есть, именно, вот, социальный ориентир... ориентир... ваше социальное ориентированность. То есть, вы думаете, что всё дело во... ну, во внешности, во внешности, вот. Хотя, на самом деле, это, конечно же, не так. Дело в вашей связи с ним, вот, ну, духовной, духовной, может быть, связи, вот, но никак, никак не во внешности. Она, конечно, играет роль, но... в данном случае, когда уже ребёнок, тут внешность всё же... не на первом месте, вот. Другой вопрос, другой вопрос, если... вас... связывает... столько внешность, вот. Вот это уже куда более интересно. Если вас... связывает именно... столько, например, секс. Допустим. То есть, тут, конечно... нужно разбирать. Да, то есть, опять же, что между вами общего. И есть ли... между вами общее... и было ли... когда-то. Сначала он говорит, что это из-за ссор, но ссоры, эээ... все он провоцировал, и на меня же перекладывал вину за них. Эээ... ну, надо сказать, что здесь, в этом смысле, вы... эээ... также перекладываете ответственность на него... на него... за ссоры. Потому что... эээ... потому что... эээ... потому что... Потому что... Ссорах не могут... не могут... не может быть... эээ... условно говоря... ээээ... Ссора не может быть устроена, да, одним... эээ... человеком. То есть, если... эээ... ссора... устраивается, да, то она устраивается всегда... эээ... двумя людьми. Вот. И... тут, на самом деле, уже вопрос, эээ... скорее к вам. Какое вы... принимали участие... в... ссорах? То есть, люди почему-то... эээ... реагировали... на эту ссорах. Эээ... понимаете, люди почему-то... эээ... отвечали... вот... ему... и таким образом... что интересно, да? Эээ... вносили... свою лепту. Вот. Эээ... значит... на... значит, ну... эээ... вносили свою лепту в... разви... ну... в развитии конфликта. Эээ... вот... вот мне кажется... эээ... так можно... здесь... это прокомментировать. Соответственно, если вас это задевает... да... то нужно смотреть... эээ... чем именно... задевает. Так что... здесь нужно... смотреть... опять же... какие конкретно чувства... эээ... используете вы... эээ... испытываете вы... ээээ... в ээээ... ссорах. Да, потому что еще раз. Свою ответственность... за нее... за ссору. Снимать нельзя нельзя. Может быть, мужчина и провоцировал, но вы иногда вы-то на провокации поддавались. Так... эээ... значит... на меня же... эээ... перекладывали извину за них. Потом говорю, заведи себе любовников. Эээ... эээ... Ирина... ну... вы знаете... эээ... данное... предложение... оно не может рассматриваться вне... контекста. Я надеюсь, вы это понимаете. То есть... В каком... в каком контексте вам это мужчина говорил? Почему он вам это говорил? Вообще... Вообще... Да? Вот... Эээ... и так далее. То есть тут нужно... исследовать этот момент. Обязательно. Тут нужно... смотреть... В каком контексте мужчина предложил вам... эээ... завести... эээ... эээ... ну... Любовников. Вот. То есть это у вас... Отношения такие? Вот. Или как? То есть для вас это нормально? Дальше. Спустя какое-то время... Я привыкла, что между нами нет близости ни физической, ни моральной. Очень... эээ... важный момент... Вы пишите, что привыкли. А по какой причине вы... Эээ... Вообще... Скажем так... Привыкали... К этому... К этому... К этому... То есть... Ну, грубо говоря... Грубо говоря... Ээээ... Зачем... Вы привыкали... К этому... То есть получается, что... Либо у вас не было выбора... Либо вы... Себя недооцениваетесь, то считаете... Эээ... Возможным для себя жить... Ээ... В подобных условиях. То есть... эээ... Ну вот сами... Сами подумайте, да? Что значит... эээ... 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 Не поставила условий... Боя... Боялась... Адаптировалась... Опять же... Важный вопрос... Эээ... Эээ... С какой ценой? Ваша привычка обошлась... С какой ценой? Вам... А вы знаете? Дальше... Так... эээ... Эээ... Так... Секс раз в месяц... В два... Еще один раз выводила его на разговор... Он меня обвинил в отсутствие близости... Якобы... Эээ... Не проявляя инициативу... Поэтому и нет... Но когда я привела примеры... Что последние разы были исключительно по моей инициативе... Он сказал... Пешеход со мной из ребенка... Что я должна что-то сделать... Чтобы у него вспыхнули чувства... Потому что у него пустота... Эээ... Ну... Тут бы вам... Эээ... По-хорошему... Решить... Эээ... Вы... Согласны... С тем... Что... Эээ... Пара может... Эээ... Сосуществовать... Друг с другом... Из-за ребенка... Или нет? Потому что... Ээ... Как правило... Как правило... Эээ... Эээ... Ну... Люди... Используют ребенку как... Ребенка... Как... Ээ... Ээ... Отговорку... На самом деле... Люди просто... Ээ... Либо... Боятся одиночества... Вот... Либо... Эээ... Преследуют еще какие-то свои цели... Ээ... Вот... Эээ... Знаете как... Ну... Для... Для благородства... Вот... То есть... Он опять же... Перекладывает ответственность на вас... Да... Да... Ответственность на вас... Именно... За то, чтобы вы... Эээ... Значит... Пробрали сами... Да... Что-то делали... То есть... Да... Опять же... Чтобы вы способствовали... Эээ... Эээ... Появились к вам чувства... Вот... То есть... То есть... Вы его завоевывали... Чтобы он... Эээ... Выступал... Ну... С такой... Эээ... Принимающей стороной... Ну... Это очень удобная позиция... Но в то же время... Эээ... Манипулятивно... Манипулятивно... До... До... Достаточно... Вот... Поэтому... Эээ... Эээ... Тут... Опять же... Нужно... Ваше отношение... Эээ... 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 К этой истории... Эээ... Вот... То есть... Как вы... Вообще... Вот... Относитесь... Эээ... 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 Вот... Ага... Значит... Как вы... Воспринимаете... Данный аспект... И... Собственно... Что собирается с этим делать... Ваше... То есть... Мужина по сути... Мужина... Вам ставит ультиматум... Да? Вот... Ну... По факту... По факту... Мужина ставит вам ультиматум... Он... Как бы... Говорит... Так... Что вот я с тобой... Изо ребенка только... Ну... Вот... От меня ничего не жди... И... Соответственно... Если ты не будешь ничего делать... Да... То и... В общем-то... И не будет ничего... Вот... То есть... Это такая вот... Детская пози... Детская позиция... Опять же... Дальше... Эм... Так... Я уже привыкла к такому режиму... Да и ребенок кучу сил забирает... А он совсем не помогает с ребенком... У меня просто нет сил питаться... Что-то в нем разжечь... А... Вот... Интересный момент... Почему он не помогает с ребенком? Это опять же вопрос... О том... Да... Как вы ко всему этому пришли? То есть... Сначала чтобы что-то менять... Нужно понять... Как вы к этому пришли? Нужно... Понять... Как вы к этому пришли? Почему вы к этому пришли? Да... И уже тогда... Потом... Эм... Значит... Смотреть... Что можно изменить... Я прекрасно вас понимаю... Да... Что сил разжигать в нем огонь... У вас нет... Это понятно... Это понятно... Это нормально... И это норма... Нормально... Ну... Что у вас нет сил... Но... Эм... Вызывает... Настороженность... Тот факт... Вызывает настороженность тот факт... Что вы привыкли к плохому... То есть вы не сказали ему, нет, меня так не устраивает, я так не хочу, например. Вы не сказали ему об этом. Вот. Почему? То есть вот здесь очень важный момент. Я бы сказал один из ключевых моментов, потому что то, как вы воспринимаете себя, то, чего вы считаете себя достойной, определяет вашу жизнь по большому счету. Понимаете? Дальше идем. Так, в телефоне у него появились фото, видео различные, пошлячие, и раньше такого не было. Вопрос, где взять сил, чтобы хватило и на мужа, и на ребенка, и на работу. Ребенку двух лет еще нет. Я бы сказал, что у вас такая, знаете, позиция жертвы. Вот. Я бы сказал, что у вас такая позиция жертвы происходит, потому что вы вгоняете себя в тупиковую ситуацию, вот. А потом нас сейчас спрашиваете, как в этой ситуации, грубо говоря, выжить. Вот. И правда заключается в том, что никак, вы не сможете найти силы и на ребенка, и на работу, и на мужа. При условии, если вы не гений, да, и если вы не такая вот уникальная личность, которая получает от всего этого удовольствия. Вот. Совершенно очевидно, что ребенок не только ваш, ребенок общий. И если муж не хочет помогать вам с ребенком, если муж не может зарабатывать столько, чтобы вы не работали, то это нормально, что вы будете меньше ему уделять внимания. И тут, на самом деле, как бы в одну сторону, да, в одну сторону, ничего работать не будем. Вот. В том смысле, ну, в том смысле, что только вместе с мужем вы сможете себе помочь. Только вместе с мужем вы сможете создать гармоничную семью. Нужна работа двоих людей, не одного человека. Понимаете? Вот это очень, эээ, это очень важная история, на мой взгляд. Это очень важный момент, на мой взгляд. Без этого, без этого, если вы будете все взваливать на себя, вы не будете ему привлекаться, для него не будете привлекаться. Поэтому здесь, ну, такой, знаете, своего рода тупик. Вот. То есть вам здесь нужно делать выбор. Либо вы начинаете заниматься собой и не оставляете мужа иного выбора, кроме как вам помогать, то есть, чтобы он, ну, чтобы он вам помогал, с ребенком. Вот. То есть, как бы, скажите мне, что я понимаю, что нам не хватает помочь, да, но я считаю, что должны двое. Да, то есть, если раньше мы могли, там, как-то, позволить себе что-то, то сейчас мы не мой. Да, с ребенком. И поскольку ребенок, это не только мой, да, но и свой, вот. Что, соответственно, давай вместе, как бы, что-то будем думать, вот. Вот только так, на самом деле, это можно устроить. А по-другому, ну, по-другому никак. По-другому невозможно. Вот. То есть, вам нужно снизить уровень своей занятости и больше заботиться о себе, о себе самой. Вот. Без этого, я думаю, у вас ничего не получится. Вот. Ну, в том смысле, что, без этого вы так и будете работать, по сути, на износ и все больше и больше отдаляться от своего мужа. Вот. Пока, по итогу, он вам не изменит, например. Ага. Еще вот тут есть довольно такой неоднозначный момент, связанный с тем, что вы вроде говорите, что я привыкла, вот привыкла к тому, что у нас все тюха, да, привыкла к тому, что у нас все, значит, как-то вот, ну, как-то скромно, вот. Вот. Ну, при этом вы говорите, что у него появились фото и так далее. То есть, вас это как бы волнует. Вот. Надо бы, ммм, понять, как именно вас это волнует. Вот. Вот я думаю, еще очень важен такой момент. То есть, если вас волнует, да, то как? Как конкретно вас это волнует? Что конкретно вас волнует? Боитесь ли вы чего-то или что-то еще? Вот. Понимаете? Так что мне думается, мне думается, что исходить нужно из этого. Вот именно из этих аспектов, которые я назвал. Тогда и силы появятся. Но, в первую очередь, вам нужно понять, чего вы сами, сами хотите, и отказаться от идеи, от идеи жертвовать собой ради того же ребенка, например. То есть, вот ни в коем случае не нужно жертвовать собой ради ребенка. Ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя это делать. Потому что вы не приобретете ничего, ребенок не приобретет тоже ничего, и по сути все будут только лишь в проигрыше. Вот так, в принципе, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Так что не силы брать нужно, Ирина, а скорее силы нужно освобождать. Освобождать силу можно только организацией в себе личного пространства. То есть, временем, когда вы могли бы посвящать все внимание только себе. Ну, у меня есть подозрение относительно того, что мужчина действительно хочет наладить отношения. Мне кажется, что ему уже с вами отношения наладуют неинтересно, ибо он перекладывает на вас всю ответственность. Вот, ну, в принципе, если вы считаете, что для вас это возможно, попробуйте наладить, то попробуйте, но только через данный подход. Никак иначе. Вот. Вот. Вот если вы будете трудиться, то, ну, если вы будете одна, что это дело. Что вы не приобретете, вы не приобретете привлекательности. Вот. Для себя. И для ребенка тоже. Вот. Поэтому это вот то, что я могу вам сказать. То есть, вот так вот, вот так вот, просто, да, ну, ну, вот так вот, просто найти, э, места, да, вот так просто найти места, где бы вы могли взять, да, где бы мы могли взять силы для того, чтобы, ну, вам хватало времени на всё и на всех. Вот. Такого нет. Такого нет. Поэтому я думаю, что вам нужно больше времени уделять именно себе, получав свою цену на оценку. Вот. Вот так, в принципе, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. Который вы задаете. Который вы задаете. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Обратите внимание, что много, много будет зависеть от того, насколько вы готовы что-либо менять. Вот. И готовы ли вы что-либо менять. Знаете, себе. Да. А при том, если у вас есть страхи какие-то, то с ними, в принципе, тоже можно и нужно поработать. Вот. И, собственно, да, это вы были более свободны в своём поведении, скажем так. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.